Салют, дамы и господа, у микрофона Олег Гром, добро пожаловать на мой канал. Пауэрбанк от Xiaomi на 20 000 мАч. У меня уже такой был пауэрбанк, и он есть, но его, оказывается, не всегда достаточно. И более того, постоянно находится кто-то, кто хочет взять этот пауэрбанк куда-нибудь с собой, и я остаюсь без пауэрбанка на 20 000 мАч. Ну а с моими частыми отключениями электричества, 20 000 мАч это то, что надо. Можно запитать планшет, можно запитать телефон, можно запитать консоли свои, и прекрасно на этом всем жить. Поэтому было волевым решением принято еще найти себе пауэрбанк, а ничего лучше на 20 000, чем Xiaomi, мне почему-то в голову даже и не пришло. Я поискал, поискал. В принципе, цена-качество ничего другого я найти не смог. Если вы знаете, конечно, это замечательно, но я доверил Xiaomi, потому что уже пользовался им более чем. Вот. Этим пауэрбанком я тоже попользовался. Самое сложное было закрепить вот эту вот наклеечку белую, чтобы она прилипла снова. И давайте посмотрим сразу же, что нам обещают. Да, изменилась коробка, теперь это какой-то пластиковый такой вот кейс. До этого он был бумажный, с плотным картоном, и это было классно вообще. Вот. Но теперь это вот пластиковый кейс, внутри инструкция, внутри кабель. Сейчас мы до него доберемся. В начале ТТХ здесь, как и в прошлые разы, прекрасно все написано. И написано то, что 20 000 мА это столько будет при замере на банке лития. Да, ну то есть тут не одна банка, а несколько, да, но именно при банках лития. При отдаче 5 вольт здесь будет 13 000 мА. Да, такой вот пока что еще минус. Забавный на самом деле, смотрите, ваше устройство, к примеру, телефон. В нем находится литий-вый аккумулятор, максимум у него напряжение там 4,2-4,35, если это там хай-вольтажный какой-нибудь литий. В повербанке точно такой же литий находится. Но, но, внимание, с повербанка 4,2 преобразовывается до 5 вольт, а потом в вашем телефоне с 5 вольт до 4,2. Вот пока что нет еще того компромисса, чтобы, да, сразу шли непосредственно то, что надо, и не было потери на вот этих преобразованиях туда-сюда-обратно. Вот такой момент, его мало кто учитывает. Он есть совершенно в любых повербанках, в любых устройствах, потому что 5 вольт сейчас это USB, стандарт и бла-бла-бла-бла. А литий, к сожалению, не 5 вольт, а 4,2. Пам-парам-пам, да, из-за этого пишут емкость лития 20 000, она реальная, да, но при 5 вольтах эта емкость будет 13 000. Это говорит о чем? Это говорит о том, что если вы будете замерять эти 20 000 мА при отдаче 5 вольт, у вас выдаст не 20 000 мА, а выдаст 13 000 мА. Вот, ну, это все хорошо, да, тут уже сам факт, что 20 ампер вот в таком корпусе уже радует. Вот, надеюсь, я понятно объяснил, если нет, ну уж извиняйте. Дальше, что умеет данный пауэрбанк? А умеет он, сами видите, что, очень много и очень хорошо. Умеет 9 вольт, пожалуйста, без проблем. Вот до 2,4, то есть умеет быть немножечко таким вот замечательным быстрым пауэрбанком. И даже 12 вольт, но только 1,5 ампера, да. То есть, пожалуйста, если у вас какие-то быстрые телефоны, надо, то вот это здесь есть. Хотя как-то сильно где-то не афишируется, опять же, ни на самом пауэрбанке, ни еще где-то. Очень классный здесь кабель по питанию. Да, блин, упаковка, конечно, видавшая виды. Посмотрите, какая она потертая. Но зато внутри все целенькое, да, приходит. Очень классный кабель по питанию. Он не длинный, да, но он очень хорошо отдает ток. Вот за что я еще люблю Xiaomi-шные пауэрбанки, что если в комплекте идет кабель, то он замечательный. У меня вот несколько таких, я только ими заряжаю все пауэрбанки. Теперь сам пауэрбанк. Здесь, собственно, все дублируется, что мы видели на коробке. Стало немножечко поярче. Раньше Xiaomi вообще очень блекло-блекло использовал цвет. Сейчас тоже он блекло, но чуть-чуть получше видно стало. Логотип Mi и вот такой вот фактурный рисуночек из множества точек. Не знаю, ну вот я думаю, что его видно, да. Вот он, вот он, вот он идет. Здесь просто гладкая сторона, здесь обратно фактурный рисуночек. Корпус пластиковый. Убираем. Убираем, наконец-то, наклейку и кнопка по нажатию, которая, вы видите, заряжен полностью пауэрбанк или нет. Микро-USB разъем и два выхода USB. Давайте просто сюда подключим нагрузку. Скажем, по 2 ампера на каждый слот. Вот. Для пауэрбанка это совершенно не проблема. Так, перевернем. Он в защиту не уходит. Он прекрасно себе работает. Оп. Все. Выровнял по напруге. И там 2 ампера отдает. И тут 2 ампера. Габаритные размеры. Опять же, 20 ампер не за большую цену. Потому что есть 20 ампер, которые могут быть потоньше корпус. Но он стоить будет дороже. А здесь вот так вот. Я думаю, что размеры вы посмотрели. Мощный, хороший, надолго хватающий пауэрбанк. Если вам нужно 20 ампер куда-то в путешествие ваше, то почему бы не посмотреть на Xiaomi. Я считаю вот так вот. Мне во всяком случае нравится. Я им пользуюсь. И вот теперь еще второй есть. Наконец-то он будет чаще у меня бывать, чем где-то кто-то его будет просить на использование. Ну, а на этом все, друзья. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Ну, и до скорых встреч. Хороших вам пауэрбанков. Чтобы работали долго и всегда в нужный момент были полностью заряжены. Все, покедово. Субтитры сделал DimaTorzok.